Доброго времени суток, уважаемые коллеги! С вами Арман Бесимбаев, аналитик международной брокерской группы TECMIL. Представляю вашему вниманию очередной обзор по техническому анализу отдельных валютных пар и инструментов. Сегодня понедельник, 13 июля. Традиционно рассматриваем евро-доллар и фунт-доллар, по которым есть некоторые изменения. Если евро торгуется в рамках диапазона и недавно протестировала верхнюю его границу, и теперь скорее всего будет снижаться к его нижней границе, то британский фунт отработал цели по росту и тоже собирается скорректироваться вниз. Несколько сложная ситуация по японской иене, которая продолжила укрепление, и теперь, вероятно, может пойти по сценарию вверх, хотя полной уверенности в этом нет. Итак, евро пошел по ожидаемому сценарию и вырос к первой целевой отметке на 1.1368, однако едва коснувшись ее, почти сразу же начало снижаться в моменте, опустившись ниже уровня 1.1283. Ретеста поддержки на 1.1230 не состоялось. Пара лишь консолидировалась немного выше уровня 1.1283, откуда продолжила свой рост. Полноценного восходящего импульса покупателям развить, правда, не удалось, поэтому вторая целевая точка на 1.1401 осталась недостигнутой. Визуально становится понятно, что цена сейчас находится в фазе широкого коридора с вершиной как раз на уровне 1.1368, от которой и состоялся отбой. Вероятно, на текущий момент есть определенные шансы на снижение в рамках сохраняющегося диапазона. Что касается актуального графика, то реализация этого сценария еще возможна, пока котировки торгуются ниже текущего уровня сопротивления на 1.1336. Возможно, ретест этого уровня и последующий отбой от него подтвердит намерение пары и нацелит ее в район нижней границы флеты с целью в области 1.1195 и 1.11969. Пробой сопротивления и выход за пределы разворотного уровня на 1.1368 отменят данный сценарий и вернется к прежнему прогнозу с восходящим движением. Ну а британский фунт вырос в соответствии с ожиданиями, предполагаемой коррекции к поддержке на 1.2405 не состоялось. Котировки консолидировались выше уровня 1.2460, откуда и продолжили рост. С момента последнего обзора пара достигла целевую отметку на 1.2581, а затем прошла дальше до 1.2639. Очевидно, на этом уровне цена встретила серьезное сопротивление, поскольку дальнейшие попытки роста встречали отпор со стороны продавцов. Подобная реакция на уровень графически образовала здесь локальную фигуру, похожую на тройную вершину. Это может быть сигналом к окончанию текущей фазы роста и уход в нисходящую коррекцию. Данное предположение еще требует подтверждения, что мы и должны увидеть в дальнейшем. Ну и вот на актуальном графике мы видим, что текущий отбой от уровня 1.2676 может стать основным триггером к началу снижения. Вероятно, котировки попытаются протестировать сопротивление на 1.2639 в случае отбоя от этого уровня. Пара подтвердит свои намерения на снижение и нацелится в район важных уровней поддержки на 1.2405 и 1.2339. В свою очередь, отмена данного сценария состоится при пробое сопротивления и роста выше разворотного уровня на 1.2667. А вот японская иена продолжила укрепление вопреки ожиданиям. Пара сначала попыталась вырасти и даже уже отбилась от поддержки, однако встретила сопротивление чуть ниже уровня 1.107.81 и снова опустилась к поддержке на 1.107.33. А затем, закрепившись ниже нее, ушла к разворотному уровню на 1.106.96. Правда, закрепиться ниже разворотного уровня цене не удалось. Сейчас покупатели пытаются развить в ней восходящее движение, что вернуло ее снова выше разворотного уровня. Таким образом, серьезных оснований для отмены сценария пока нет. Шансы на развитие восходящего движения еще сохраняются, хотя уверенность в этом уже снижается. Ну и вот на актуальном графике. Для подтверждения этого сценария цене еще предстоит вырасти выше поддержки на 1.107.33 и закрепиться там. Только по факту отбоя от уровня 1.107.33 можно будет ожидать последующего роста с целью в районе отметки 1.107.81 и потенциальным проходом до 1.108.45. В противном случае состоится смена приоритета с восходящего на нисходящий. Это произойдет, если цена снова опустится ниже разворотного уровня на 1.106.96 и окончательно закрепится ниже. А на сегодня у меня все. С вами был Арман Бесимбаев и это был мой обзор по техническому анализу от компании Текмил. Помните о том, что данные рекомендации не являются руководством к действию и не гарантируют результаты. Поэтому соблюдайте риски, всем профитной недели и до встречи в следующем выпуске.